Здравствуйте! Сегодня на лекции у нас будет две части — аудирование и чтение. На лекции аудирования мы с вами попробуем определить местонахождение собеседника и также пройдём слова, обозначающие места. На лекции чтения мы попробуем найти смысловые слова в очень коротких предложениях и также мы определим слова, которые часто употребляются в одном словосочетании. Итак, у нас был диалог. Был сначала вопрос «ОДИГА АПЫСЕЙО?» И был ответ «ПЕГА ПАЙО». Нужно в этом диалоге определить ключевые слова, чтобы правильно ответить на вопрос. Итак, «ОДИГА ГДЕ?» АПЫСЕЙО у вас болит. «Где у вас болит?» Попробуйте для начала корейские слова переводить в точности, в таком же порядке, на русский язык, а потом уже сделать как бы в более правильной форме. И у нас получится «Где болит?» И нужно будет добавить «У вас». «Где у вас болит?» И ответ «ПЕГА АПАЙО» – «Болит живот». То есть «У меня болит живот». Как вы заметили, в корейском языке часто не употребляется местоимение, но при переводе на русский язык обязательно нужно поставить «У вас» или «У меня», то есть местоимение, которое нам подходит по смыслу. Для ответа нам даны четыре примера. Первый – «Хотель» – «Гостиница». Второй – «Хаккё» – «Школа». Третий – «ПЕОНГУАН» – «Больница». И четвертый – «СИДЯН» – «Рынок». У нас ключевое слово было, помните, какое? АПЫСЕЙО – АПАЙО – то есть «Человек болеет». Если человек болеет, куда он идёт? В больницу. ЧОНГДАП. ПЕОНГУАН – «Больница». Это и будет наш правильный ответ номер три. Давайте теперь посмотрим на грамматику и даже давайте пройдём некоторые слова. Итак, ОДИ – «ГДЕ». Именительный падеж будет ОДИ-ГА. Где у вас болит? ОДИ-ГА АПАЙО. На этот вопрос мы как можем ответить? У нас может болеть либо голова, тогда голова будет МОРИ, и получается МОРИ-ГА АПАЙО. Если живот, то ПЕ – ПЕ-ГА АПАЙО. Если вы не помните, как сказать голову, или живот, или руку, можете сказать просто болит здесь. ЙОГИ будет здесь. ЙОГИ-ГА АПАЙО. Наш словарный запас к этому заданию будет ХОТЕЛЬ, ГОСТИНИЦА, ХАККЁ ШКОЛА, ПЕОНГУАН БОЛЬНИЦА и СИЧАНГ РЫНОК. Теперь смотрите, мы пытаемся определить место расположения собеседника. Если бы собеседник находился в гостинице, то к слову гостиница можно какие слова привязать? Можно подумать, да, какие слова подходят? Подходит, допустим, номер, ХОЩИЛЬ, или на первом этаже информационная стойка, АНЕ ДЭСК, или вы, допустим, хотите получить сейчас номер и в него зарегистрироваться. По-корейски будет ТЕКИН. А к слову ХАККЁ, какие могут слова принадлежать к этому месту? Если подумать, то что мы делаем в школе? Мы там учимся. Получается КУМБОАДА. Также мы делаем домашнее задание СУКЧАДА. Кто у нас учится в школе? Ученики. ХАКСЕНЬ. А кто учит в школе? ЦЦЕНСЕННИМ. То есть, если вы увидите такие слова, вы уже будете знать, что место может быть где в школе. ХАККЁ. Если диалог происходит в больнице, ПЕМГУАН, какие слова могут выйти в диалоге? Это слова такие, как БОЛЕТЬ, АПДА. Можем бы даже делать операцию, СУСУРАДА. Кто делает операцию или кто лечит? ДОКТОР. И так же, кто приходит? БОЛЬНЫЕ приходят в больницу. ХАНДЖА. Если вдруг собеседники находятся на рынке, СИЧАН, то какие слова могут выйти в диалоге? Это будет КАГЕ. Магазины или лавочки. САДА. ЧТО ПОКУПАТЬ. ЧАНГЫЛ ПОНДА. ХОДИТЬ ПО ЛАВОЧКАМУЛИ ХОДИТЬ В МАГАЗИН. ИЛИ ХОДИТЬ ЧТО-ТО ПОКУПАТЬ. 7. Итак, в этом задании диалог был такой, что означает ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Но помните, сказали СОННИМ. СОННИМ переводится как КЛИЕНТ. И в корейском языке очень вежливо обратиться к человеку, допустим, сказать СОННИМ, КЛИЕНТ. На русский язык, к сожалению, это не переводится. Но нам это подсказывает, где могут находиться собеседники. Давайте дальше переведем. Итак, ОСОННИМ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МО ЧАДИСЕЙО, ЧТО ВЫ ИЩИТЕ. МО ЧТО ЧАДИСЕЙО, ВЫ ИЩИТЕ. Получается, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ВЫ ЧТО-ТО ИЩИТЕ. И ответ, УНДОМ ВА ИССАЁО, УНДОМ ВА КРОСОВКИ ИССАЁО, ЕСТЬ. Получается, у нас правильное предложение, У ВАС ЕСТЬ КРОСОВКИ. И нам даны 4 примера ответов. Давайте посмотрим, в каком же месте произошел этот диалог. НОМЕР ОДИН, КЁСЕЛЬ, В КЛАССЕ, НОМЕР ДВА, СИКТАНГ, В РЕСТОРАНЕ, НОМЕР ТРИ, КАГЕ, В МАГАЗИНЕ, НОМЕР ЧЕТЫРЕ, КОМ ВОН, В ПАРКЕ. Итак, наши ключевые слова были какие? СОННИМ, КЛИЕНТ, который не переводится на русский язык, когда мы обращаемся к кому-то. Затем, ЧАДИСЕЙО, ВЫ ЧТО-ТО ИЩИТЕ. И нам ответил клиент, УНДОМ ВА. То есть, получается, эти люди находятся где? ЧОНГДАП. Они находятся КАГЕ, В МАГАЗИНЕ. Эти слова нас ведут именно к магазину. Теперь давайте посмотрим, какие слова могут связывать, допустим, класс. КЁСЕЛЬ. Если вы находитеся в классе, то в нашем диалоге могут прозвучать такие слова, как ХАККЁО, ШКОЛА, СОНСЕННИМ, УЧИТЕЛЬ, ХАКСЭНЬ, УЧИНИК, КОМ ВАДА, УЧИТСЯ. Если вдруг собеседники находятся в ресторане, СИКТАНГ, то могут прозвучать такие слова, как ЧУМУНГАДА, ЗАКАЗЫВАТЬ, СОННИМ, КЛИЕНТ, УМСИК, ЕДА. В нашем случае был магазин, и мы слышали, что прозвучали слова такие, как ОСЕОСЕЙО, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, но также могут прозвучать такие слова, как ОТ, ОДЕЖДА, СИНБАЛЬ, ОБУВЬ, ПАДИ, БРЮКИ, ЦИМА, ЮБКА. Если собеседники находятся в парке, КОМ ВАН, то могут прозвучать такие слова, как САНЧЕК, ГУЛЯТЬ, КОТ, это будут цветы, либо НАМУ, ДЕРЕВО. ПАЛЬ БОН. 5С, 영화표, 2장, 주세요. 죄송합니다. 5С, 표는 없습니다. Итак, прозвучал у нас диалог. Давайте его попробуем вместе перевести. 5С, 영화표, 2장, 주세요. Итак, 5С, в 5 часов, 영화표, билеты, на кино, 2장, 2 штуки, 주세요. Дайте, пожалуйста. У нас получается предложение, дайте, пожалуйста, 2 билета на 5 часов. И затем идет ответ. Извините, 5 часов, билетов нет. 5 часов, билетов нет. Где может происходить этот диалог? 1. КИКЧАНГ, кинотеатр. 2. УНЭНГ, банк. 3. КУНГАНГ, аэропорт. 4. ЯКУГ, аптека. Я думаю, что вы уже все догадались. ЧОНГДАП. Правильный ответ будет номер 1. КИКЧАНГ, кинотеатр. Потому что наши ключевые слова. ЙОНГ, ХА, ПЁ, билет на кино. Итак, если мы находимся в кинотеатре, то мы можем услышать такие слова, как ЙОНГ, ХАГУАН, это тоже будет кинотеатр. САНЮАН, СИГАН, это время показа фильма. Если мы вдруг находимся в банке, то мы можем услышать такие слова, как ТОН, ДЕНЬГИ, ИПКЫМ, ЧУЛЬГЫМ, КЛАСЬ ДЕНЬГИ, ЛИБО БРАТЬ ДЕНЬГИ. КЕЧАНГ, это банковский счет. Если вдруг мы находимся в аэропорту, мы можем услышать такие слова. БЕНГИ, самолет, КУКЧЕСОН, международная линия, КУНГНЕСОН, междугородная линия. Если собеседники находятся в аптеке, то мы можем услышать такие слова, как И еще, запомните, когда мы просим билеты, мы просим, допустим, два или три билеты, мы можем сказать, ПЬО, ДУГЕ, ЧУСЕЙО, а можем сказать, ДУ, ДЖАНГ, ЧУСЕЙО. 9번 지금 편지를 보내면, 내일까지 도착할 수 있을까요? 네, 내일까지는 도착합니다. Давайте вместе попробуем перевести диалог. Итак, 지금 편지를 보내면. Сейчас письмо, если отослать, 내일까지, до завтра, 도착할 수 있을까요? Придет? Возможно? Получается у нас такое предложение, вопрос. Если сейчас отослать письмо, оно дойдет в течение завтрашнего дня? И ответ 네, да, 내일까지는, до завтра, 도착 ко мне, да, оно дойдет, то есть в течение завтра это письмо дойдет. Варианты ответов. Давайте посмотрим, где же может происходить этот диалог. Номер один. ЙОЭНГСА, турагентство. Номер два. ТУСЕГУАН, библиотека. Номер три. УЦЕГУК, почта. Номер четыре. МИСУЛЬГУАН, художественная галерея. Итак, наши ключевые слова были ПЁНЧИ, письмо ТУЧАКХАДА, когда оно дойдет, ТУЧАКХАДА, дойти. То есть эти слова нам ведут месту ЧЁНГДАП. Номер три. УЦЕГУК, почта. Итак, в этом диалоге у нас прозвучало немножко грамматики. НЕЕЛЬКАДИ, КАДИ, до какого времени? НЕЕЛЬКАДИ означает включая завтрашний день, до завтра. Можно сказать до следующей недели. ДАМЧУК, КАДИ, либо до следующего месяца. Следующая грамматика МЁН. МЁН означает ЕСЛИ. ХАМЁН, если вы что-то сделаете. ХАМЁН, ДЕНДА, если вы это сделаете, то это получится. И еще одна грамматика. ХАЛЬСУ И СЫЛЬКАЙО? Это вопрос, когда вы не уверены, может это произойти или нет. И вы хотите спросить, может ли, возможно ли это. Допустим, ХАЛЬСУ И СЫЛЬКАЙО? Могу ли я это сделать? А теперь давайте посмотрим на места и слова, которые к ним могут сделать привязку. Итак, турагентство. Когда собеседники находятся в турагентстве, может прозвучать такие слова, как ЙОГЕНЬ, путешествие, НОЛЬО КАДА, куда-то ехать, ХЮКА, выходные, либо отпуск. Если вы находитесь в библиотеке, то вы можете услышать такие слова, как ЧЕК, книжки, ПИЛИДА, брать книжки. Если вы вдруг находитесь на почте, то вы можете услышать такие слова, как ПИСЬМО, ПЕНЗИ, СОПО, ПОСЫЛКА, ПОНЕДА, ОТСЫЛАТЬ, ТОЧАКХАДА, КАГДА ОНО ПРИХОДИТЬ, ТОЧАКХАДА, ПРИХОДИТЬ. Итак, следующее место, художественная галерея. Там могут прозвучать такие слова, как КРИМ, КАРТИНА, КУГЕНОГАДА, СМОТРЕТЬ. 10번 이 집은 딸기 케이크가 유명해요. 그래요? 그럼 우리도 그거 한 번 먹어볼까요? Давайте вместе переведем диалог. 이 집은, это дом, 딸기 케이크가 клубничным тортом 유명해요, знаменита. Получается, это дом, но в смысле, как магазин. Очень знаменит клубничным тортом. 그래요? да. 그럼, тогда 우리도 мы тоже 그거 한 번 먹어볼까요? Давайте один раз попробуем. То есть, да, тогда, может быть, мы тоже его попробуем? Даны у нас 4 ответа. Итак, первый ответ. ПАНГЧИП, хлебный магазин. Второй ответ. ФЕСА, офис либо компания. Третий. МИЁНГСЕЛЬ, парикмахерская. И четвертый. ПАНГМУЛЬГУАН, музей. У нас, если вы обратили внимание, были ключевые слова ИТИП, этот магазин и КЕЙКЫ торт. То есть, в этом магазине продаются торты. Получается, что правильный ответ. ЧОНГДАП номер один. ПАНГЧИП, хлебный магазин. Итак, если вы находитесь в хлебном магазине, то вы можете также услышать такие слова, как КУАДЖА, печенье, КЕЙКЫ торт, ПАНГ, хлеб. Если вы находитесь в офисе или в какой-то компании, то можно услышать такие слова. САМУЩЕЛЬ, это будет офис и РАДА, работать. Если вы находитесь в парикмахерской, то можно услышать такие слова. МОРИТЬ АРЫДА, подстригать волосы. СОННИМ, клиент. ХЕЙОСТАЙЛЬ, стиль прически. Если вы находитесь вдруг в музее, то в музее можно КУГЕОНАДА, посмотреть, ЧОНЩАДА, выставить. Итак, нам даны два предложения, и нужно в скобку подобрать правильное слово. Давайте сначала переведем. МОРИКА, голова, затем идут скобки. КЫРЕСО, поэтому ЯГОЛЬ МОКСИМНИ, да, лекарство ЕМ. То есть, голова, скобки, поэтому, по этой причине я принимаю лекарство. Давайте посмотрим на четыре ответа. НОМЕР ОДИН. ЧОСЫМНИДА, ХАРОШО. НОМЕР ДВА. АПЫМНИДА, БОЛЕТЬ. НОМЕР ТРИ. ТОПСЫМНИДА, ЖАРКО. НОМЕР ЧЕТЫРЕ. ЦАЛПСЫМНИДА, КОРОТКО. Итак, мы видим, что этот человек принимает лекарство, потому что голова что? Она, скорее всего, болит. И как раз у нас есть правильный ответ. ЧОНДАП. Это НОМЕР ДВА. АПЫМНИДА, БОЛЕТЬ. И получается у нас МОРИГА АПЫМНИДА. КРЫЗО ЯГОЛЬ МОКСЫМНИДА. Итак, теперь давайте посмотрим на лексику. Слово МОГННИНДА на русский язык принимается как кушать, но также оно может использоваться, допустим, ЯГОЛЬ МОГННИНДА. Тогда мы не говорим, что мы кушаем лекарство, мы переводим как принимаем лекарство. КРЫЗО переводится по этому. То есть потом у нас должна быть причина, по какой причине мы сделали так. Теперь давайте посмотрим на слова ЧУСЫМНИДА. ХОРОШО или НРАВИТСЯ. Противоположное слово будет СЕЛЬСЫМНИДА. НЕ НАВИТСЯ. Оно вообще-то переводится как НЕНАВИЖУ. Но когда мы переводим на русский язык, так как слово НЕНАВИЖУ звучит очень тяжело, лучше перевести иногда как НЕ НАВИТСЯ. Следующее слово ТУСЫМНИДА. ЖАРКО. Ему противоположное ЧУСЫМНИДА. ХОЛОДНО. И еще два слова. ЦАЛЬСЫМНИДА. КОРОТКИЙ. Ему противоположное КИМНИДА. ДЛИННЫЙ. Итак, давайте вместе посмотрим на данные предложения. У нас есть СОТЁМЕ КАМНИДА. СОТЁМ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН КАМНИДА ИДУ. Получается, что я иду в книжный магазин. Дальше идут скобки. ИЛЬ – это винительный падеж. САМНИДА – ПОКУПАЮ. То есть я иду в книжный магазин и что-то покупаю. Давайте посмотрим на примеры ответов. Номер один. ЦЕК – КНИГА. Номер два. МЫЛЬ – ВОДА. Номер три. ОТ – ОДЕЖДА. Номер четыре. ПАН – ХЛЕБ. Итак, ключевое слово здесь было какое? КНИЖНЫЙ МАГАЗИН. СОЧЕОМ. Что же можно купить в книжном магазине? КНИГУ. Правильно. Значит, правильный ответ. ЧЕОНГДАП. Номер один. ЦЕК – КНИГА. И так, в этих предложениях у нас было немножко грамматики и немножко лексики. Давайте посмотрим. ЭЛЬ – САМНИДА. ЭЛЬ – это винительный падеж. Я покупаю кого? Что? Если вы покупаете хлеб, ПАНГ ЭЛЬ САМНИДА. Если покупаете одежду, УСЫЛЬ САМНИДА. Если покупаете воду, что воду? МУРЫЛ САМНИДА. Затем мы также видели в предложении СОЧЕОМ ЭЛЬ КАМНИДА. ЭЛЬ КАМНИДА. ЭЛЬ означает, что находишься или идешь в какое-то определенное место. Допустим, вы направляетесь в ресторан. Тогда вы можете сказать СИКТАНГ ЭЛЬ КАМНИДА. СИКТАНГ ЭЛЬ КАМНИДА. Итак, давайте вместе посмотрим на два предложения. ХАНГУГОГА ОРЁПСИМНИДА. Корейский язык сложный. ЧЕНГУ – ДРУГ. Затем идут скобки. МУРЫЛ ПОМНИДА. Я спрашиваю. Мы обычно спрашиваем у кого-то. То есть мы спрашиваем у друга. Теперь давайте посмотрим на ответы. Номер один. И дальше это означает, что это принадлежит другу. Допустим. Это кошка моего друга. Номер два. Мы с вами только что прошли. Это винительный падеж. То есть, что, кого. Это звучит неправильно. Потому что мы должны сказать ЧИНГО. То есть у друга. Тогда получается, давайте посмотрим номер три. ЭГЕ. ЧИНГУ ЭГЕ. ЭГЕ переводится как У. Получается, ЧИНГУ ЭГЕ. МУРЫЛ ПОМНИДА. Я спрашиваю у друга. Давайте посмотрим еще номер четыре. ЭСО. ЧИНГУ ЭСО. МУРЫЛ ПОМНИДА. Это тоже звучит неправильно. ЭСО означает В. Допустим. ЦИБЕСО. Я дома. Внутри дома. ЦИБЕСО. СИМНИДА. Я дома отдыхаю. Но я дома внутри дома. Итак. Вы слышали, что у нас ЭГЕ переводится как У. Получается, ЧИНГДАП номер три. ЭГЕ. Давайте вместе переведем. ХАККЬОГА. ШКОЛА. Затем идут скобки. КРЫСО. ПОЭТОМУ КОРОСОГАМНИДА. ПОЭТОМУ Я ХОЖУ ПЕШКОМ. То есть, школа находится где-то так, что этот человек ходит пешком. Давайте посмотрим на ответы. Номер один. ЧАКСЫМНИДА. МАЛЕНЬКИЙ. Номер два. БАНСЫМНИДА. МНОГА. Номер три. КАКСЫМНИДА. БЛИЗКО. И номер четыре. КЕКЭТАМНИДА. Итак, этот человек ходит до школы пешком. Почему? Наверное, потому что она находится близко. И как раз у нас с вами есть ЧОНГДАП номер три. КАКСЫМНИДА. БЛИЗКО. Итак, давайте немножко пройдем некоторые слова. ЧАКСЫМНИДА. МАЛЕНЬКИЙ. Обратное ему слово антоним будет КЫМНИДА. Большой. МАНСЫМНИДА. МНОГА. ЧОКСЫМНИДА. МАЛО. КАКАПСЫМНИДА. БЛИЗКО. МОМНИДА. ДАЛЕКО. КЕКЭТАМНИДА. ЧИСТЫЙ. ТОРОПСЫМНИДА. ГРЯЗНЫЙ. Давайте вместе переведем. ЙОНГУАГА. КНОСЫМНИДА. ФИЛЬМ ЗАКОНЧИЛСЯ. КЫКЧАНГ ЭСАО. И дальше идут скобки из кинотеатра. Итак, фильм закончился. Из кинотеатра что можно сделать? Давайте посмотрим на ответы. Номер один. САМНИДА. ПОКУПАТЬ. Номер два. СЫМНИДА. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. Номер три. ЧИНЕМНИДА. НАХОДИТСЯ. И номер четыре. НАГАМНИДА. Мы только что с вами прошли в другом задании грамматику ЭСО. То есть откуда-то изнутри что можно сделать? Можно выйти. И у нас как раз есть КЫКЧАНГ ЭСАО. ЧОНГДАП номер четыре. НАГАМНИДА. КЫКЧАНГ ЭСАО НАГАМНИДА. Давайте вместе переведем на русский язык. Итак. ПАДАЙОГЕНИ. Морское путешествие. ЧЕМИ СОСЫМНИДА. Было интересным. ДАМЕ. Следующий раз. Затем идут скобки. КАЛЬКОМНИДА. ПОЕДУ. И даны четыре ответа. Номер один. ТАСИ. Переводится как АПЯТЬ. Номер два. СОРО. С друг другом. Номер три. АЧУ. ОЧЕНЬ. И номер четыре. ЦЕЙЛЬ. САМЫ. У нас ключевые слова были. ЦЕМИ СОСЫМНИДА. Было интересное. И так как оно было интересное. ТАМЕ. В следующий раз. Что? Этот человек, скорее всего, поедет еще раз. ЛИБО ОН ПОЕДЕТ ОПЯТЬ. ЧЕОНГДАП. НОМЕР ОДИН. ТАСИ. ОПЯТЬ. ТАМЕ. ТАСИ. КАЛЬКОМНИДА. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПЕРЕВЕДЁМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. НУНИ ОМНИДА. СНЕГ ИДЁТ. ИДЁТ СНЕГ. КРИГУ. И ПАРАМДУ. И ВЕТЕР. Так же и идут скобки. Даны четыре ответа. Номер один. ЧУМНИДА. Переводится как давать. Номер два. ПУМНИДА. Переводится как дуть. Номер три. ОМНИДА. ПРИТИ. Номер четыре. ТЕМНИДА. ВОЗМОЖНО. НАШЕ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ПАРАМ. ЧТО ПАРАМ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ? ДУТЬ. ЧУМНИДА. Номер два. Это и есть наш правильный ответ. ПУМНИДА. ДУТЬ. КРИГУ. ПАРАМДУ. ПУМНИДА. Итак, сегодня на лекции аудирования мы с вами научились определять местонахождение собеседника. Оно определяется по ключевым словам. Так же мы с вами прошли лексику, которая может нам указать на местонахождение. На лекции чтения мы с вами научились находить ключевые слова, по которым можно определить, о чём говорится в предложении. Так же мы с вами прошли некоторые выражения из слов, которые часто употребляются вместе, такие как ПАРАМ, ПУМНИДА, ВЕТЕР ДУЕТ. Такие словосочетания желательно запомнить. Сегодня на уроке нам с вами помог дословный перевод и понимание, есть ли в предложениях или нету местоимений в корейском языке. Итак, дословный перевод. Как и на первой лекции, сегодня мы попробовали с вами переводить дословно с корейского на русский язык, а затем уже составлять правильно предложение на русском языке. Дословный перевод может вам помочь в будущем, чтобы быстрее понять смысл предложений. Местоимения в корейском языке. Ещё раз напоминаю о том, что отличие корейского языка от русского в том, что в корейском языке часто в предложении не используется местоимение, и при переводе нужно понимать, от какого лица идёт речь. Спасибо всем большое! Удачи на экзамене!